Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прошлой нашей передаче мы говорили о том, как важно развивать в школе творчество, как много может в этом плане дать школа ребенку. Но на самом-то деле воспитывает не только школа и не столько школа. Ведь мы сами можем себя воспитать. Что я здесь имею в виду? Не то, что я сижу наедине с книгой и сама себе твержу умные мысли. А в первую очередь я имею в виду то, что если ко мне приходит мой сверстник и начинает говорить что-то, чего я в то же время еще не знаю, то есть мы как бы и на одном уровне, и в то же время у нас разные и объемы знаний, и разный опыт, тогда я больше и лучше воспринимаю информацию. И вот как раз о таких формах сотрудничества, когда мы общаемся на равных, у нас небольшая разница в возрасте, но в то же время нам есть что другого, другу рассказать и с чем поделиться, вот о таких формах работы и не только работы отношений. Мы с вами поговорим сегодня. Кто же на самом деле должен воспитывать, воспитывать современную молодежь? И что думают по этому поводу жители наших городов, жители нашей страны? В одном не столичном городе Центр маркетинговых и социологических исследований провел опрос. Здесь был главный вопрос. Кто сегодня воспитывает современную молодежь? Большинство отвечающих сказали, 47% заявило, что современную молодежь сегодня воспитывает улица. На втором месте 37%, 37,5% назвали, что молодое поколение воспитывает семья. 31% считает, что телевидение, средства массовой информации, сюда же может быть стоит отнести и интернет, и только 10% сказали, что воспитывает школа. Я специально подчеркнул, что это не столичный город. Что же происходит в столице? Но вот по моим наблюдениям, на первое место вышло бы, конечно, телевидение и интернет. Почему? Потому что много ли сейчас гуляет ребят, подростков, юноши, девушек, много ли гуляют? Во дворах, на каких-то спортивных площадках. Честно говоря, я редко такое замечаю. У меня ощущение создается, что большинство моих сверстников и, может быть, ребят помоложе, проводят время, свое свободное время, если оно, конечно же, есть, за монитором компьютера, перед телевизором. И, в общем, телевизор становится главным таким воспитателем. Но это и неплохо, потому что ведь сам по себе телевизор – это форма. Важно, каким содержанием наполнить эту форму. На каких сюжетах можно воспитывать молодежь? Какие фильмы можно предлагать молодежи? Какие, может быть, интернет-сайты стоит рекомендовать подросткам посетить? Какие ресурсы не нанесут вреда их интеллектуальному, может быть, и нравственному уровню? А наоборот, обогатят их, помогут как-то сориентироваться в окружающей действительности. На самом деле, не важно, если я правильно, Ваня, поняла твою мысль, не важно, какие формы – телевидение или интернет, или улица, или семья. Важно, какое содержание эти формы несут. Вот министр культуры Соколов сказал очень важную и интересную вещь, когда праздновали 625-летие Куликовской битвы, он сказал следующее. Сейчас забывают эти даты. Они ничего не означают для нашего ванястого поколения. И он сказал, кто сейчас знает, что принесло России стояние на реке Угре? Да никто не знает. Ну, Куликовскую битву дай бог вспомнит, да, уж когда она была, совсем не вспомнит. А какие были действующие лица? Лиза, это же не герои, не выдумка, это же не мифические былинные герои, это реальные люди. Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, да Господь с вами, вообще никто не вспомнит. А зачем? Это было давно и неправда. И лично ко мне никакого отношения не имеет. Вот так чаще всего рассуждают молодые люди. Ты, Лиза, совершенно права, могу с тобой полностью согласиться в этом. И здесь есть, конечно, недостаток, скажем, такой, может быть, термин не совсем правильный, недостаток посредников, да. Кто-то должен стать посредником между молодым человеком и теми героическими сюжетами русской истории, русской культуры, которые могут стать хорошими воспитателями, и которые могут направить личность, развитие личности молодого человека в нужное русло. Вы, Ваня, знаешь, еще о чем много думала? Ты сказал, нужен посредник, да? Угу. А школьный учитель — это не посредник. А вузовский, вот сейчас, секунду, ладно? Вузовский преподаватель — это тоже не посредник. Так получается? Я себе много раз задавала этот вопрос. Почему мы студенты... Я отлично помню, я училась на первом курсе, у нас был потрясающий преподаватель по античной литературе. Ну, я не буду называть имя, да, вот, ну, чтобы так. Его никто не слушал. И вот я оканчиваю, думаю, господи, как жалко, что мы его не слушали. Вот почему мы не воспринимаем очень часто речь лектора или преподавателя? И мне кажется, я поняла, почему. Потому что чаще всего эта речь не рассчитана на диалог. У них есть своя правда, она действительно есть. Слава богу, у того поколения прекрасные научно-академические знания. Слава богу, действительно это все так. Но очень многие, к сожалению, преподаватели не хотят вступать в диалог с учениками. Что получается? То, что ученик не востребован в процессе общения. Точнее, нету процесса общения. Получается, что есть процесс трансляции неких знаний, а общения нет. И вот поскольку личность ученика в этот момент абсолютно не востребована, то и эти знания не становятся для него лично значимыми. И все. Вот вам, пожалуйста, и разрыв поколений. Вот в чем причина. Не в том, что кто-то не сумел, кто-то глупый. Нет. Все очень умные. И наше поколение умное, не будем нас обижать. И поколение наших родителей очень умное. Все умные. Но диалога не происходит, потому что чаще всего не востребуется личность ученика как собеседника. Поэтому вот Дмитрий Дануской и Сергий Радонежский, да, вот так оказывается, что не имеют никакого отношения к подрастающему поколению. Я с тобой согласен, Лиза, но я бы тебя здесь немножко дополнил. И вернулся бы к понятию стереотип, с которого мы начали цикл наших передач. Вот я говорю, школа. Какая ассоциация возникает у меня, у тебя, у наших товарищей, да? Какая-нибудь сердитая Марья Ивановна с указкой, которая начинает стучать кулаком по столу и орать на бедных учеников, почему ты не выучил, лентяй, бездарь и так далее. Жалко и ученика, но жалко и Марья Ивановна. Понятно, что учителя, это низкая зарплата, это работа в условиях постоянного стресса. Падает немножко авторитет этой профессии, да. Учитель современной постсоветской школы, это не учитель дореволюционной гимназии, который шел, допустим, вечером в парке прогуливался, а ученики с таким уважительным поклоном обращались к нему, снимали шляпы. Не читать не вредно. Не вредно. Теперь по поводу вузовского образования. В вузе у студентов есть такая традиция. Сдать и все. Вот наговаривает он мне, диктует, читает лекции. И Дмитрий Донской, и Сергий Радонежский, и Александр Невский. Записал, да, вот у отличника такая, записал. Сдал и забыл, да. У меня интересный тоже такой опыт небольшой. Я был старостой группы, когда учился, и ко мне подходили студенты, слушают, говорят, а как нашего препода, вот, допустим, по античке зовут, да так-то. А, ладно. Притом подходили перед экзаменом. То есть семестр прошел, как зовут преподавателя, какого цвета учебник. Ну, это действительно правильно, говорит, от сессии до сессии живут студенты весело. Вот такие стереотипы. То есть то, что дают в школе, это для того, чтобы сдать, получить хорошую оценку и идти отдыхать. То, что дают в институте, это тоже. И как-то те знания, которые дает институт, они не соотносятся с жизнью и с теми нравственными ценностями, которые должны, в общем-то, тебя как-то всю жизнь сопровождать и всю твою жизнь организовывать. Ну, вот, мне кажется, это и есть самый большой недостаток школы, вуза. Потому что, особенно в системе воспитания, есть некие высокие истины вот в стенах данного помещения, а за стенами данного помещения эти высокие истины не действуют. Все, я свободен. Да, другой мир. Другой мир. Ты выходишь из института, ты выходишь из школы, и ты погружаешься совсем в другой мир, который живет по своим законам совершенно определенным, и ты должен подчиняться этим законам. То есть, буквально порог вуза или порог школы становится вот такой вот границей, что ли, бездной между двумя мирами. Но, тем не менее, Лиз, я тут натолкнулся на одну очень интересную статью, когда готовился к этой передаче, которая показывает, как вуз может повлиять на формирование личности студента. И самое удивительное, что речь в этой статье идет не о предметах, которые учат студенты, не о кафедрах, не о научных работниках, не о профессорах и доцентах, которые могут прочитать блестящие лекции. Речь в этой статье идет о студенческом самоуправлении. Итак, передо мной статья Леукина и Гульнары Альбертовны. Это преподаватель Казанского государственного университета. Статья называется «Студенческие общественные объединения как форма воспитания молодежи в вузе». И я позволю себе процитировать некоторые фрагменты этой статьи. Автор начинает с того, что... Ну, это традиционное такое вступление, когда человек-исследователь касается темы воспитания. Он обычно говорит, начинает с того, что в постсоветский период падает система коммунистического воспитания, нарушается идеология, нравственная догма, падает общий культурный уровень как студентов, так и самих преподавателей. Отсутствует цельная государственная концепция воспитания молодого поколения. Что же происходит дальше? А дальше начинают формироваться новые вот такие вот системы, может быть, новые аспекты воспитательного процесса. Воспитание не должно быть, как заявляет автор, здесь я с ней абсолютно согласен, дидактичным, моралистичным. Да, мы уже... Уже не будет работать в нашей обществе система, когда докан факультеты вызывает к себе в кабинет. Это воспринимается чуть ли не как конец света, да, апокалипсис такой. Вот. Не надо воспитывать так. Надо развивать студенческое самоуправление. Возникают студенческие советы, студенческие комитеты, возникают научные общества, где руководящим звеном становятся сами студенты. И у них есть своя выборная система, у них есть свои ответственные должности. У каждого из участников этих обществ есть свой функционал и критерии ответственности, в соответствии с которыми они и работают, осуществляют свои функции. И вот автор считает, что подобная система способна воспитать эффективно развивающуюся, да, личность. Личность, которая участвует в процессе социализации и которая приобретет навыки дальнейшего, вот, дальнейшие навыки социализации, наверное, постепенно вольется в общество. Поймет, что такое ответственность, да, ну как еще научить ответственности человека? Поймет, что такое правило, что такое традиция, что такое взаимоотношение в коллективе. Ну, действительно, наверное, отчасти воспитательная цель в этом как-то реализуется, можно реализовать. С другой стороны, ведь порой возникает как? Вызывает декан или проректор или ректор трех умных студентов, которые занимаются на пятерке, и говорит примерно следующее. Ребята, нам надо создать студенческое научное общество. Или, ребята, нам нужно создать студенческий комитет. Милые студенты, которые хорошо учатся, которые живут жизнью института, хлопают глазами, смотрят и не понимают, что это такое. Вдруг из-под стола появляется положение о студенческом научном обществе. Декан, улыбаясь, говорит, ты, Маша, или ты, Петя, будешь председателем. Маша или Петя еще больше удивляются, но возразить декану не могут. Если ВУЗ располагает хорошим аудиторным фондом, дают аудиторию, вешают табличку, студенческое научное общество. А вот процесс деятельности зависит, конечно, и от студентов, готовы ли они к этой работе. И от руководителей ВУЗа или школы или другой образовательной организации, которые выступают ли они помощниками. Выступают ли они помощниками ребятам. Или же осуществляют только такую контрольно-административную функцию. Ваня, мне кажется, куда более эффективна другая схема. Не когда декан достает из-под стола, как ты сказала, из-под бумаги. Я просто был свидетелем этого. Я поняла, что ты из личного опыта это говоришь. Конечно. Но эффективнее другое. Когда студенты приходят к декану с листком бумаги и ему что-то предлагают. То есть когда инициатива идет не сверху, а наоборот, снизу, тогда это имеет смысл. Тогда очевидно, что есть личный интерес, будет серьезная, настоящая, активная деятельность. Иначе это формальность. Да, совершенно. И главное здесь сотворчество. Сотворчество. Декан, преподаватели факультета, может, курирующий заместитель декана и студенты. Притом последнее звено должно быть наиболее активное. Последнее звено должно приходить к заместителю декана или к декану. Так, мы такого-то числа хотим провести студенческое научное общество. Задача декана в этой ситуации дать аудиторию, там помочь как-то, может быть, найти хороший стенд, чтобы было яркое, красивое объявление. Дать объявление, может быть, студенческую газету, если такая имеется. И полностью поддержать, в том числе и научными какими-то советами поддержать эту инициативу. У меня были, у меня сейчас часто возникает такая ситуация, когда декан, заместитель декана, проректор все делают для того, чтобы помочь студентам самореализоваться. Но бывают и такие ситуации, когда просто вставляют палки в колеса. То не так написал заявление, то не ту аудиторию попросил. И это тоже бывает, увы, это в каждом вузе свои традиции, своя система, своя иерархия. И тут, конечно, многое зависит и от тех условий, которые создают руководители для того, чтобы ребята могли воплотить свои идеи на практике. Но вот ты знаешь, что меня смутило, Лис, в этой статье? Говорит, что главное – это формирование лидерских качеств. Главное – формирование лидерских качеств. Пусть они выбирают из своей среды лидера. Пусть они проводят широкомасштабную выборную кампанию. Пусть выборы будут на альтернативной основе. Но не приведет ли это к карьеризму и к такому потом в дальнейшем приспособленчеству? Ну, Вань, во-первых, если выборы, особенно на альтернативной основе, или когда коллектив выбирает, то не приходится говорить о приспособленчестве. Но всегда есть черный пиар. Всегда. Но все-таки это не выборы президента, Ваня. Ну, даже в рамках вуза. Понимаешь как? В любом случае, такие студенческие общества – это нечто вроде ролевой игры. Человек, который будет учиться быть лидером, это в первую очередь он учится организовывать, нести ответственность. Не только мечтать о том, как я буду лидером, да, вот как будет здорово. Он в реальности попробует, да, что это такое быть лидером. Это очень важно. От стадии мечты о лидерстве перейти к реальности. И, кстати говоря, вот когда осуществляется этот переход, то человек может для себя скорректировать. А на самом-то деле мне это не нужно. На самом-то деле я не лидер. Это очень важно вот так психологически погрузиться в атмосферу, о которой ты мечтаешь. Ведь не случайно, да, когда идет обучение по профильным классам, вначале есть так называемый предпрофиль, когда ребенок пробует себя в той или иной профессии. Вот здесь, по сути дела, то же самое. Студенческие советы и студенческое общество – это проба. Проба себя в качестве лидера. Дальше ты говоришь, карьеризм. Знаете, я задам такой вопрос. Хорошо, он окончит вуз, и он пойдет работать в какую-то компанию. И там он будет пять лет пытаться сделать карьеру какого-нибудь топ-менеджера, а скорее всего не пять, а десять. И десять лет он будет заниматься тем же самым. Он опять, понимаешь, как, если мы уберем эту форму студенческих научных обществ, это не отменит проблему карьеризма. Нет, 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 не отменит. А скорее наоборот. Студенческие научные общества, они дают шанс попробовать себя. Да. Оценить реально свои силы, сопоставить. Конечно. Идеальный я образ и реальный я образ. Я с тобой здесь согласен. Все-таки многое зависит от того, какая атмосфера в УЗИ. И будет ли помогать это общество воспитывать человека, или же уведет его в какую-то другую сторону. Но, ты знаешь, сейчас мы пока говорим о том, что воспитывает молодежь. Да, кто, вернее, воспитывает молодежь. А теперь я предлагаю поговорить о том, как молодежь воспитывает молодежь. Ну, может быть, ребят помоложе. И, наверное, в этот момент стоит пригласить к нам в студию нашего гостя Артема Чернобаева, депутата молодежного парламента Рязанской области. Так встречаем нашего гостя. Артем, очень рада видеть тебя в нашей студии. Ну, и первый мой вопрос тебе. Я знаю, что ты возглавляешь молодежные объединения, молодежные организации, ну, различных направлений. Вот расскажи о них вкратце. Чем они занимаются? И чем ты занимаешься в них? Ну, так уж сложилось, что я занимаюсь педагогической деятельностью. И так сложилось со временем, что я занимаюсь как раз патриотическим воспитанием. У нас в Рязанской области существует очень много организаций, которые занимаются как раз патриотическим воспитанием детей. Хотелось бы остановиться прежде всего на православных витязи. Православный витязь – это организация, которая учит ребята, учит культуре Рязанского края, культуре России, учит их правильно владеть оружием, служить Родине, любить Родину прежде всего. И вот эта организация, которая наиболее полно в себе содержит вот эту вот функцию патриотического воспитания. Существует много других организаций, как тоже неплохая и в чем-то патриотичная православная, неправославная организация «Лист». Но она носит прежде своей задачей – это воспитать будущих лидеров. Но, естественно, сейчас существует традиция, что если мы воспитываем лидеров, мы воспитываем прежде всего лидеров России, то есть патриотов. И патриотическое воспитание, оно тоже имеется очень важное значение. Существует и молодежный парламент Рязанской области, который собирает в своих стенах лучших из лучших молодежи Рязанской области путем выборов. Как раз вот тоже Ваня говорил про выборы. Да, существуют действительно выборы и студенческое самоуправление, и выборы в какие-то органы молодежной власти, если так можно их назвать, молодежные парламенты, советы. И поэтому молодежный парламент имеет в себе вот тех людей, которые занимаются в разных сферах, в разных областях. И когда мы встречаемся вместе, на сессии молодежного парламента, на комитетах, мы как раз решаем вопросы, в том числе, есть у нас комитеты о патриотическом воспитании, в том числе вопросы о патриотическом воспитании, образовании, что очень важно как раз сейчас, вот именно не только в Рязанской области, во всей России, наверное, наиболее самоткорный вопрос. А вот насколько важны, насколько легко принимаются эти патриотические идеи, лозунги, надеюсь, не только лозунги, а молодежные? Ну, за всю молодежь, конечно, трудно сейчас сказать. Не, ну вот в Ваших именно объединениях. Вот в молодежной организации, детской молодежной организации, православной Витязи, там, конечно, может быть, есть четкая программа воспитания как раз патриотического, но, если честно сказать, там первая и самая главная функция находится у руководителя этой молодежной организации. Руководитель, полковник, действующий полковник, Виктор Иванович Тихонов, он настолько является большим авторитетом для ребят, что и настолько ведет соответствующий образ жизни, то есть то, о чем говорю, так себя и веду. Естественно, дети, дети чаще всего из неблагополучных семей, дети трудные подростки, и дети начинают брать с него пример. То есть им не навязывают, а они сами начинают принимать пример с Виктора Ивановича Тихонова. Такие организации, вот как пример, существуют и в лагерях, то есть если какие-то есть профильные лагеря, то дети часто берут примеры с вожатых. А если это православные лагеря, вот в Рязанской области их два в прошлом году прошло активно, то, естественно, дети уехали, будем надеяться, что хотя бы с частичкой того, что они прибыли, никогда не забудут от вожатых. То есть лидер, прежде всего, это руководитель организации, которая и воспитывает молодежь в патриотическом духе. Артем, а вот у меня такой вопрос возник, да? А почему вот у тебя появился интерес к работе с молодежью? Ведь мы, в общем-то, воспитывались все в одно время, когда, ну, как-то культивировался, наверное, немножко эгоцентризм и вот этот вот лозунг, который набил уже оскомину «бери от жизни все». И невольно, наверное, у каждого из нас возникала мысль, да? Мне нужно как-то цепляться за эту жизнь, мне нужно хвататься за эту жизнь, остальные не мешайте, да? Если ты не средство, не будешь средством для меня достижения каких-то целей, да, то лучше не мешайся. И действительно видно, что появляются вот эти молодежные организации, да, появляются активные ребята, которые говорят не только вот мне нужно, да, но и нужно другим, и я готов как-то помочь других сориентировать и помочь им сориентироваться в этой жизни, да? Почему возникает такой интерес, и вот как давно ты задействован во всех этих проектах? Ну, вообще интерес мой возник еще, наверное, с детства, когда я был в лагерях детских. И ты знаешь, Ваня, сравнивая детские лагеря тогда, в 90-х, и вот это воспитание 90-х, и студенческое воспитание, и школьное воспитание, то это фактически было само воспитание. Не потому, что учителя плохие, не потому, что плохие профессора, а, наверное, потому, что никто не занимался, да, и сами студенты не хотели заниматься своим саморазвитием. Вот, а когда уже поступил университет, Рязанский государственный университет, на отделение теологии, там уже появилась надежда на то, что мы будем заниматься чем-то для нас интересным. Как раз в то время начал формироваться, открываться студенческий теологический отряд. Это, прежде всего, миссионерская деятельность, это вожатые в лагере, это детские дома, ну, просветительская работа. Если есть возможность, то работа на телевидении, в том числе у нас многие студенты работают на телевидении. Вот, и это все стало очень интересно, это все стало очень возможно и доступно. И я, в том числе, и остальные ребята, студенты-теологи, мы создали этот отряд, долгое время ездили по детским домам, долгое время работали вожатыми в православном лагере. А потом так сложилось, что помимо студенческого отряда появились очень многие организации, с которыми мне было интересно работать. И последний год как раз такой организацией является Молодежный парламент, который является представительным органом. Если что-то хочешь донести до молодежи, то проще донести через Молодежный парламент в целом. И я думаю, что любой студент сейчас, который учится в вузах, он, прежде всего, думать должен не о том, вот ты правильно сказал, что многие студенты думают о полезности, о карьерности, о бесперспективности той деятельности, о которой мы сейчас говорим, то есть студенческой деятельностью вне учебной. Но ты знаешь, если все будет вот на этом уровне, сводится к уровню денег, к уровню карьеры, к уровню завтрашнего успеха, тогда, наверное, для чего воспитывается новое поколение? Вопрос появляется. Появляется вопрос, для чего создаются эти молодежные организации, студенческие организации. Кто туда приходит? Карьеристы. И тогда нет смысла держать эти организации. Вот знаешь, мы недавно столкнулись, вот можно я расскажу, недавно столкнулись с такой позицией у молодежи в Резионской области, что есть лагеря, а работать в них некому. То есть сами студенты, когда им говоришь, ребята, не хотите ли вы поехать в вожатом лагере, получить опыт, набраться здоровья, отдохнуть. На самом деле дети – это такой позитив, это такие эмоции, это потом полгода просто. Если кто работал, тот знает, отходишь от этого с прекрасными впечатлениями. Никто не хочет. Всем нужна то ли карьера, то ли быстрые, легкие деньги, то ли просто сидеть дома и непонятно, чем заниматься, но лишь бы не быть ответственным за детский коллектив, лишь бы не быть ответственным за что-то. И вот эта привычка к неответственности, она, к сожалению, так именно и формируется, когда не хотят, не хотят брать на себя ответственность. И получается, что, к сожалению, фактически работают в детских и в общественных организациях все меньше и меньше, кому хотелось бы. Это очень печально. Ты видишь какие-то пути преодоления? Ты знаешь, как можно смотивировать студентов? На то, чтобы они шли работать в лагерях, шли работать с детьми, вопреки карьере, вопреки зарплатам? Ну, вопреки зарплатам это действительно очень сложно. Вопреки карьере, ну, в лагерях, в лагерях работают разные студенты. И, конечно, если девочки работают, девушки в лагерях, студентки, начальных курсов, старших, более курсов, то, естественно, они будущие матери. То есть это для них такой опыт, опыт общения с детьми, опыт частичного воспитания детей, ну, в какой-то степени. За 21 день они становятся как семья, особенно для маленьких детей, для детей и младших отрядов. Вот. И, естественно, что появляется такая форма работы с детьми, когда я являюсь старшим другом, я являюсь старшим товарищем, можно быть, для маленьких детей мамой, а дети являются для меня позитивными, ну, смыслом позитивных ощущений. Вот это вот. И получается, что ребята, студенты, они должны понимать, что это такое работать вожатым. Особенно девушки наши, особенно наши студентки, что такое работать с детьми не только даже вожатых в общественных организациях, может быть, но и вообще в каких-то студенческих советах, присутствии хотя бы. То есть это активная форма работы, где студент пытается реализовать себя не через карьеру и перехождение через голов, там, ломание кому-то там ребер или как-то еще называется, не для самодостаточности, то есть для денег, а сделать себе карьеру путем, ну, что ли, как сказать, показать себя, проявить свои способности, доказать, может быть, саму себе, прежде всего, что ты способный человек, что ты можешь этим заниматься. И, наверное, если вокруг тебя соберутся люди, которые считают, что ты действительно можешь заниматься, ты можешь сказать, да, вот я в этом случае, вот я вот лидер, когда вокруг меня собрались, а не я использовал. Когда не я пошел зарабатывать деньги, а деньги сами приложились к моему труду. Понимаешь, когда не ради денег делается какое-то дело, а делается дело ради интереса, ради не материальной выгоды, а какой-то духовной выгоды, ради самоудовлетворения хотя бы. А деньги, они придут. Ну, невозможно так, я не верю, даже в современных условиях, что если человек активно чем-то занимается, если человек грамотный, если он умный и хорошо вот в этом соображает, и делает свое маленькое дело, чтобы они в стране заметят, ну, не верю. У нас существуют соответствующие молодежные структуры, которые должны замечать. Далантливую молодежь и как раз всячески его проталкивать. К тому, чтобы она занимала какие-то важные места в молодежной политике, а не те карьеристы, которые... Какое качество у лидера должно быть главным, доминирующим, да, у лидера, за которым пойдут дети? Вот что должно быть мостиком между лидером и вот этой вот толпой ребятишек, которые нуждаются в поддержке, нуждаются в помощи, которая наверняка пойдет за ним? Ну, ты знаешь, вот самое главное – это все-таки честность и доверие. Вот, ну, доверие формируется из еще многих-многих очень факторов, но доверие – это самое главное при работе с детским коллективом. И с младежным – то же самое коллективом. Если тебе твои ребята, с которыми ты работаешь, в воле случая или вожатым в детском лагере, не доверяют, соответственно, они не будут с тобой работать, они не будут видеть к тебе какого-то авторитета, твое мнение не будет учитываться. Соответственно, как создать те условия доверия? Но это, прежде всего, честность, наверное, по отношению к своим ближайшим сторонникам, людям, которые вместе с тобой делают общее дело. Это не превозношение себя, вот я лидер, я вот руководитель, вот я там руководитель того, я председатель этого младежного сообщества, а прежде всего какое-то человеческое общение, дружеское общение. Вы работаете коллективом и никогда не отграждаете себя от коллектива. И, наверное, честность, коллективизм и, наверное, общее дело и здравый смысл рассудок. То есть, когда человек подходит к каждому делу ответственно, она подготавливает, разрабатывает, и действительно какое-то мероприятие, или там смена, какой-то круглый стол проходит на должном уровне. На должном уровне, и если даже что-то произошло не так, то все члены коллектива, они вот такого лидера поддерживают. Потому что они ему доверяют, он у них не только лидер в плане того, что все хотят занять его место. Понимаешь, что лидер – это тот, сейчас в понимании у молодежи, кто ведет большое-большое количество людей, и каждый из его приближенных хочет занять его место. Нет, лидер – это прежде всего авторитет. Это тот, к чему мнению прислушивается. Хотя можно разделять эти понятия, но я считаю, что лидерство без авторитет – это не лидерство, это фикция. Это обманывание толпы, это не команда. Вот так, наверное. А вот если вернуться к разговору о молодежных организациях, как возникла такая идея в православном Ветезе соединить военное дело, историческое составляющее, как я понимаю, есть, и религиозное составляющее? Как, вот почему решили соединить? Руководители организации, если ты, Ваня, ты, лидер обращали внимание, вот когда я говорил, он православный человек, но был еще, конечно, один важный фактор. То есть одного того, что руководитель организации «Православный человек» и действительно действующий офицер, полковник, недостаточно для создания такой достаточно крупной организации в Рязанской области. Там около 500 детей, представьте себе. То есть это не 30 человек, это 500 детей. И был такой у нас в Рязанской области, и сейчас есть Свято-Набогословский монастырь. А вот при нем раньше был монахом Игумен Виталий Уткин, теперь уже Игумен, теперь он живет в Иваново. Это одиозный человек, вот если он меня слышит, вот передаю привет огромный, честное слово, Игумену Виталию Уткину. И они вместе с Виктором Ивановичем, вместе с Свято-Набогословским монастырем, с его молитвой поддержкой создали эту организацию. И тяжело было поначалу, да, идтились, негде было организовать, лагеря проходили, трудно было выпросить, может быть, выпить денег на лагере, патриотически, военные летом. Но, знаете, со временем все пришло, и со временем уже вот эта организация устоялась, и уже сами родители привозят детей и устраивают даже какой-то конкурс, может быть, кто-то пропал, просто он увидит, кто-то не попал. А вот эти дети потом идут по военным, да, военную карьеру строят? Вообще это не обязательно, это не предусматривается к самой организации. Ну, как заставишь человека, если он не военный, если он получил тот заряд энергии, получил ту возможность обучиться, просто он увидит, и не хочет дальше работать военным. Но если паренек действительно хочет, активный паренек, старшеклассник, хочет поступить в военное учебное заведение, то у профсовного Витязя существуют договоры с тем же самым институтом связи у нас в Рязани, который просто, ну, то ли без экзаменов, то ли с какими-то огромными бонусами, с огромным приоритетом берет как раз студентами вот этих ребят. И мы в общем поступили и учатся. Вот у меня друг тоже поступил, учатся на четвертом курсе, скоро закончили. Вот, я как понимаю, изначально цель была такая, создать какой-то костяк армии думающей, да, не просто подчиняющейся, но понимающей, зачем он подчиняется. Люди, которые знают свою историю, понимают, что, ну, если не дай Бог воевать, да, то за что они будут воевать? И это люди с очень крепким религиозным православным сознанием, да, укорененным в традиции. Вот так вот, да? Да, и даже более того, вот, хотелось бы добавить, многие военные, когда выступали вместе с православными Витязями, когда от имени военных вузов Рязанской области выступали на конференциях православных, проводимых у нас, они выступали с этой же заявлением, что мы не можем сейчас сформулировать идею, ради чего солдату идти умирать на войну. А вот за Родину это очень хорошо, но нет идеологической базы в нашем государстве пока. Та база, которая была разрушена, а новая фактически только формируется. Слава Богу, она начинает формироваться, конечно. Вот, за что? Раньше воевали царя за Отечество, потом воевали за Ленина, за Сталина. Но в итоге, как бы, на мой взгляд, что такое Отечество для русских, это Бог, это народ, это та культура, которая сформировалась здесь. И, соответственно, каждый уважающий себя офицер будет воспитывать солдата, чтобы они, если уж и воевали, если уж не гриви Господь, начнется война, то воевали с ощущением того, что они воюют за Родину, за не аморфную вот эту непонятную фразу Родину, а за конкретную Родину, за конкретных людей, за Бога, за свою веру и за свое Отечество. И православные витязи пытаются воспитать своих ребят именно вот в этом ключе. И как раз с верой и с Отечеством происходит не просто знакомство, а воспитание в этой атмосфере. Да, то есть напрямую часть. Они не просто сторонние наблюдатели, а вот если ты говоришь, что они ходят на молитвы, значит, они участвуют в богослужении. Если они ездят на экскурсии, значит, они действительно щупают вот эту вот свою родную землю. Ну и, надеюсь, знают... Вот у меня вопрос возник. Тём, как ты думаешь, каковы перспективы этих движений? Да, что будет с этими движениями лет через 10, 15, может быть, 20? Ну, как тебе сказать? Ты знаешь, очень сложно всегда прогнозировать такие вещи. Но если наша страна пойдёт по пути к какому-то укреплению, совершенствованию, накоплению своих традиций и будет заботиться о молодёжи, и будет какая-то целенаправленная молодёжная политика, тогда, я думаю, эти организации не то что не исчезнут, они будут развиваться. Но если государство, опять же, или какие-то местные руководители почувствуют, что эти организации, ну, не нужны, но вот денег жалко дать, там жалко организовать, помочь детский лагерь, жалко помочь организовать то же самое и у нас здесь замечательное. Вот это как бы по разностороннему изучению, это была патриотическая организация, теперь бизнес, молодёжный бизнес-клуб тоже есть. То есть у нас разносторонние организации для молодёжи. И они исчезнут, ну, в двух случаях. Либо молодёжь прекратит приходить в организацию из-за ненадобности, их просто закроют. Либо государство прекратит заниматься молодёжью. Но я надеюсь, что государство молодёжью заниматься не прекратит, а наоборот усиливает своё внимание как раз в воспитании молодёжи. А ребят молодые, вот, по детям в лагере это видно, что они, конечно, может быть, и не то, что мы, которые, там, больше альтруисты какие-то, больше что-то делали всегда, прежде всего, не с финансовой подоплёкой, а прежде всего, идейно. Даже вот, даже моё поколение, как ни странно, вот, они всё равно остаются людьми и остаются настоящими патриотами нашей Родины. И в скольких я лагерях не был, даже дело не в православных лагерях, дело в лагерях вообще, в детях вообще. То есть дети хорошие, и они будут приходить в молодёжные организации. Надо их создавать, даже более того, их надо создавать в большем количестве, чем они есть сейчас. И я уверен, что при соответствующем финансировании, при соответствующей хотя бы поддержке, дети будет чем занять, и ребята будут хотя бы совершенствовать свои какие-то навыки, умения, хотя бы самореализовываться и чувствовать себя ответственным за что-то уже с детства, и чувствовать себя нужным, то есть, что самое главное является для детей. И вписанным в какую-то систему, это же очень важно для подросткового возраста. Как думаешь, Тём, вот дети, современные дети, в основной своей массе, имеют чёткие представления о том, что хорошо, что плохо, я уж так немножко грубо говорю, да? Добро – зло, правда – ложь, да? Вот, имеют они эти критерии, имеют они представления? Или всё-таки, может быть, тот раздрай, который был у нас в умах, раздрай в умах, который был в первые постсоветские годы, он влияет и на нынешнюю молодёжь? Влияет, конечно, частично влияет, и с этим ничего не поделаешь пока, к сожалению. Поколение так уж выросло при таком историческом периоде нашей страны. Но то, что я могу сказать честно и от всей души, зная ситуацию изнутри, работая с детьми, то, что дети, ну, они заинтересованы сами в саморазвитии. То есть это не какие-то дети, которые асоциальны, это не дети, которые не пойдут в младежную организацию, не захотят чем-то заниматься, которые будут, ну, отграждаться от общества, так называемой этой субкультуры. Просто их нечем занять. А как только, ещё раз сделаю упор, как только мы начинаем детей занимать, как только начинаем с ними работать, как раз, вот, мне кажется, что поколение новое, оно достаточно перспективное, что ли. То есть не потерянное однозначно. Спасибо, Артём. Действительно, долю оптимизма, вернее, мы внесли в наш разговор. И, наверное, на этой радостной, оптимистической ноте и стоит закончить сегодняшнюю передачу. Ещё раз благодарим гостей, ещё раз благодарим дорогих телезрителей. Спасибо большое. И до новых встреч, друзья. До свидания.